Долг за прошлый раз Разумный Как вообще Вон Где здесь у нас хотя бы какой-нибудь Ну хорошо Как вообще Это и Джадж Хоть где-нибудь Вот Сейчас Это не оно Ну ладно Исследовать ситуацию Как получать Backtrace Как получать цепочку Вызовов процедур Потому что При отладке Это довольно Важный момент Получение Cold Trace И люди в общем Привыкли к этому Вот мы Поновызывали процедуру Поновызывали Выпали в отладчик Особенно когда это происходит С программами на автокозе На ассемблере То есть Где У нас нету Подпорки Со стороны Каких-то волшебных мозгов Волшебных мозгов Отладчика Привязки К исходному коду Вот у нас есть просто Какая-то программа Которая В общем Написана В машинных кодах На чем она там Изначально была Мы не знаем Да Вот мы Ее остановили По брейкпоинту В какой-то момент Как посмотреть Какие процедуры Какие вызывали В нашем случае В случае Вот тех простых Тривиальных конвенций Которые мы раньше Использовали И это вообще говоря Вещь ну невозможная Это нам надо Как-то выискивать В стеке Адреса вызов Предыдущих Нам Как Отладчику Как программисту Которого Только что Стокнулся С вот этим бинарником Надо выискивать В стеке Адреса вызовов Предыдущих Процедур Ну в общем Вернее адреса Возврат Предыдущих процедур В общем Это такая Ненадежная штука А вдруг я например Функцию передаю В качестве параметра А это вовсе Не адрес возврат Вещь невозможная На самом деле Вот А тем не менее Очень нужная Когда мы отлаживаемся Конечно Было бы очень неплохо Посмотреть Ну так вот Для этого И еще для многих Других вещей Нужен кадр Значит В чем смысл кадра Когда мы Формируем Какую-то подпрограмму Мы ее Обычно Если она довольно большая Это подпрограмму Мы обычно используем В ней Не только Ну те Например Данные Которые переданы В качестве параметров А данные Переданы В качестве параметров Да что ж такое Данные Переданы В качестве параметров Если их 4 Мы передаем Их через регистры А если их больше То мы их передаем Через стек Ну прекрати Прекрати Кому-то Кому-то Здесь не имется Вот Значит А возможно Мы еще Будем использовать Локальные переменные Какие-то Понятное дело Что мы их можем Временно засунуть В регистр Особенно в регистры С Помните Регистры С Согласно конвенциям Так устроены Что если мы вызываем Если процедуру не концевая Мы вызываем еще одну То после вызова Это еще одно И после возврата Из нее Мы получим Регистры С неизменные То есть если они Там и использовались То их запасли Видимо на том же стеке А потом восстановили Мы можем засунуть Наши переменные В регистры Но Может случиться так Что Во-первых У нас много разных данных Используется в нашей Подпрограмме Ну реально много Регистров на всех Не хватает Во-вторых Мы можем по каким-то Причинам решить Что в действительности Так именно и надо делать А именно Сразу располагать Эти локальные переменные На стеке Вот Ну в общем По разным причинам Но локальные переменные Они лежат на стеке Это понятно При них нельзя Локальные переменные Нельзя завести в памяти Мы с этим встречались Когда пытались разобрать Как может быть Организован Возврат из функции Если у нас Функция совершает Тем или иным способом Рекурсивный вызов Ее локальные переменные Должны лежать каждый раз В отдельном месте То бишь на стеке В нашем случае Если под программу Используют Какие-то локальные переменные То писать Код Для нее Становится Слегка Затруднительно Если Мы не пользуемся Конвенцией В которой есть В частности Кадр Вот например Программу Я сегодня написал За утро В числе прочего Программа Которая Извините Складывает И умножает Два числа Вот Эта программа Складывает Умножает Два числа Но Делать это Во-первых Во-первых С помощью Под программы Ну давай уже Делать это Во-первых С помощью Под программы А во-вторых Нет Это Это Пользователь Python Ну куда-нибудь Вот сюда Сложить Вот А во-вторых В этой Под программе По каким-то Причинам Программисты Обязали Хранить Оба этих Числа А также Сумму И произведение На стеке Ну видимо Потому что Под программа Большая Регистры там Портятся В какой-то момент И мы не можем Рассчитывать Ни на что Кроме как На наш Надежный Стек Который Не меняется Вот Получается Вот такой Код Давайте его Откроем Марсом В котором Ну в общем Вполне понятно Что происходит За одним Небольшим Исключением Которое Состоит в том Что Как уже Было сказано Локальные Переменные Лежат на стеке И соответственно На них характеризуются Смещением Относительно Вершины Стек То что мы положили Последнее на стек Лежит со смещением Ноль То что мы положили Предпоследнее Со смещением Плюс четыре Напоминаю Стек растет вниз Вот То что мы положили Предпоследнее Плюс восемь И так дальше Ну вот смотрите Вот мы ввели Ввели Одно Одно число Положили его В ноль Ввели другое число Положили его В один как полагается, передаваемые параметры функции процедуры, вызвали нашу процедуру ADMOL, и тут начинается. Ну вот мы сохранили RA на стайке. Понятно. Вот мы, как полагается, как потребовалось по... Как здесь написано... Как здесь написано. Потому что так надо. Так вот, значит, как требовалось по условию, мы сохранили первый параметр на стайке, и второй параметр сохранили на стайке. Пока все хорошо выглядит. Теперь в какой-то момент нам понадобилось их сложить. Между тем моментом, когда мы сохранили локальные переменные на стайке, когда мы за ними пошли, у нас что-то произошло, видимо, какие-то регистры все попортились, и в конце концов мы можем взять их только из стэка. Ну, шикарно. Значит, первая перемена у нас лежит со смещением 4, вторая со смещением 0. Все хорошо. Вот. Надо все-таки потратить время и отключить эту самую панель сенсорную битную. Пока все хорошо. Мы, значит, ее вычислили, эту сумму, положили ее тоже на стэк, потому что нам понадобится в конце, и пошли что-то делать дальше. Опять-таки, зная, что у нас теперь на стэке лежит, первая перемена, вторая перемена и их сумма. Теперь нам понадобилось вычислить умножение, произведение. И тут внезапно, внезапно, все поехало. Потому что теперь на вершине стэка у нас лежит сумма, смещение к первой перемене равняется 4, смещение к второй равняется 8. Окей, мы вспомнили, положили, значит, вынули первую переменную, вынули вторую переменную, перемножили их, засандалили, положили на стэк. Теперь у нас опять все, поехало. Теперь у нас на вершине стэка лежит произведение, со смещением 4 лежит сумма, со смещением 8 лежит первая перемена, со смещением 12 лежит вторая. И все это надо помнить. Опять мы что-то поделали, настала пора возвращать сумму и произведение. Ну хорошо, про сумму и произведение мы помним, они лежат на вершине стэка со смещением 4. А сколько мы вообще, насколько мы вообще изменили стэк, насколько его сбрасывается? Ну, начинается. Давайте считать, сколько у нас команд ADU. Вот это мы положили, этот самый адрес возврата, плюс 4, в смысле минус. Это мы положили первую переменную 8, положили вторую переменную 12, положили третью переменную 16, положили четвертую переменную 20. Значит, мы должны сбросить стек на 16, чтобы вернуться к нашему RA, и потом сбросить его еще на 4. Ну, по части говоря, мы могли сразу сбросить на 20, а здесь написать минус 4 от SP, это было бы то же самое. Дело не в этом. Дело в том, что нам пришлось глазками просчитать всю программу, чтобы вот это число вообще вычислить. Короче говоря, мы столкнулись с проблемой, которая состоит в следующем. Мы не можем нормально в коде написать переменная A, переменная B, потому что как только мы меняем стек, так сразу у нас смещение к этой переменной относительно вершины стека гуляет. И второе. Мы должны каждый раз высчитывать, а сколько же мы запихали в стек конкретно данных, чтобы потом их оттуда снимать, когда мы собираемся в нашем, в эпилоге, соответственно, восстановить нормальное значение стек. Неудобно. Программа сложения и умножения двух чисел. Так, ну вот это, собственно, я и это и рассказал, что тут написано. Возникает идея, простая, как все гениальное. Ну что, давайте тогда выделим среди всех регистров еще один, у нас их много, ну, достаточно, в котором будем хранить неизменяемое значение стекпойнтера на тот момент, когда мы вызвали функцию. Всегда. Вот у нас стекпойнтер меняется при добавлении туда чего-то, а вот эта штука, называемая указателем кадра, фреймпойнтер, не меняется. Да, мы пожертвуем целый регистр, который придется тоже сохранять в нашем прологе, для того, чтобы, или в преамбуле, это зависит от конвенции, для того, чтобы он не терялся. И им нельзя будет пользоваться, иначе как сохранив его. Но мы получаем довольно много бонусов из-за того, что у нас внезапно есть регистр, который, а, указывает на какое-то место в стеке, б, не меняется в те моменты, когда мы выполняем операцию push или pull. Он называется фреймпойнтер. Вот тут пример конвенции уже аж из 14 пунктов. И, заметим, это все еще очень-очень-очень неполная, очень простая конвенция. Да, Михаил. В книжке вируса строения инфляторов очень удачный название регистр связи. Регистр связи. Ну, потому что по нему идет связь с предыдущими вызовами. Хорошее название. Оно как раз иллюстрирует, собственно, вопрос относительно колд-рейса. Я об этом скажу чуть позже. Ну, так вот. Как видите, конвенция уже аж из 14 пунктов. В ней уже предусмотрена, например, передача больше, чем 4 параметров, которые не влезут в регистр, и их нужно будет засовывать в стек. Соответственно, эти 4 параметра в преамбуле, в смысле, эти более чем 4 параметра в преамбуле должны быть рассованы по стеку. И в тот момент, когда мы вызвали функцию в прологе, первым делом мы сохраняем на стеке фреймпойнтер текущий, тот, который был. И в этом фреймпойнтере по договоренности хранится значение предыдущего стек-пойнтера, который был на время вызова той процедуры. После того, как мы сохранили на стеке fp, мы в этот fp записываем текущее значение sp, и относительно fp мы будем адресоваться, а больше не относительно чего. Дальше мы можем делать, что хотим. Мы можем согласно конвенции запихивать все сохраняемые регистры в стек. Мы можем согласно разрешениям конвенции запихивать все локальные переменные в стек. Мы можем, в общем, плясать на косточках сколько хотим, но положение локальной переменной относительно фреймпойнтера всегда будет фиксировано, и мы можем всегда говорить, что fp там плюс… не знаю сколько, а просто fp, да, вот конкретно по адресу доллар, в скобочках доллар fp, лежит адрес возврата. По адресу в доллар fp минус 4, стек растет вниз, лежит первое, что мы туда сохранили, ну, например, кусок от блока сохраняемых регистров. По адресу fp минус, ну, не знаю, там 42, заканчивается блок сохраняемых регистров, и начинается место, где мы храним локальные переменные. И первая локальная переменная будет лежать по адресу, скажем, fp минус 42. 42 не бывает, 44. Вот. И она всегда будет там. Относительно sp эта адресация будет гулять, когда мы будем стекпойнтер увеличивать, относительно fp не будет. Локальная переменная определяется смещением относительно значения регистра кадра, и больше ничем. Очень удобно. Да. Можно представить, что из этого такого уровня, в котором допускается описание функций, пригодится. Тогда без этой штуки вообще не будет. Повторю, если вдруг не слышно, что сказал Михаил. Не слышно в смысле в записи. Если мы собираемся компилировать в ассемблер, ну и, соответственно, в автокод, в машинный язык, что-то из языка высокого уровня, в котором допускается описание функций внутри функций, то бишь функций локальных для функций, то без понятия frame мы не выжимаем вообще, потому что там они будут вложены. Кстати, такой язык высокого уровня, например, C. С Gnu Extension. Некоторые виды трампа-лайна без этого не работают вообще. Да. А вообще-то говоря, Паскаль такой язык. Ну так вот. После того, как мы все это проделали, у нас даже есть небольшой бонус, потому что после того, как мы все это проделали, мы работаем, естественно, а когда настанет пора выполнять эпилог, мы просто берем, что делаем? Мы берем и из... fp, а он указывает на значение stack, которое было в тот момент, когда мы вошли в вызов этой подпрограммы, из fp перекладываем все в sp значение. И бац, мы выбросили вообще все, что было нами сделано для работы этой процедуры. Даже если мы как-то ошиблись в каких-то своих расчетах и где-то там неправильно посчитали, где-то что-то добавили, а потом не убавили, сделали push, не сделали pop, вот эта операция пересылки, приравнивания стека к кадру, все наши грехи отмаливает. Если нам нужно при этом... если нам нужно при этом выполнять ну, какой-то в эпилоге, какое-то восстановление регистров, отлично, они отлично адресуются относительно фреймпоинтера. Опять же, с фиксированным смещением. Вот. Ну, собственно, вот. Восстанавливаем фреймпоинтер, возвращаем. Вот. Ну, и еще есть штука, название которой нету, вот преамбула есть, а пост там было нету, которую я назвал очисткой стекой. Это поскольку мы в преамбуле, то есть перед вызовом процедуры, этот стек набивали чем-то, дополнительным параметром, например, то после выхода из процедуры мы же его и очищаем. Ну, так принято, да? Кто... Это соглашение СИ. Да, это соглашение СИ. Кто заводит память, тот ее и удаляет. Вот. Получается довольно приятная вещь, в которой нужно больше сделать телодвижений, в которой на один регистр меньше, потому что этот один регистр используется для хранения указателя, но в которой довольно легко делать всякие интересные штуки. Например, у нас есть директивы EQV в ассемблере Mars. Сейчас я покажу, как это устроено. Которая позволяет любому, любой строчке, ну, такой define, сишный, в любой строчке, почти любой, любому идентификатору приделать некое символическое значение. То есть вот мы пишем одно, а оно раскрывается, ну, макрос, раскрывается в другой, только это примитивный макрос. Вот. И теперь мы можем вводить переменные, говорить... Давайте покажу, вот тут где-то была эта программа. Вот, смотрите, говорить... Это где у нас что хранится? Там переменная RR хранится со смещением минус 20 относительно FP. Переменная size хранится со смещением минус 24 относительно FP. И дальше писать вот такие вот штуки. Понимаете? Вот. То есть, если раньше мы здесь писали смещение руками и каждый раз его высчитывали, потому что оно было относительно стекпоинтера, то теперь оно относительно кадра, и относительно кадра оно фиксировано, и мы можем вводить содержательное обозначение, если только у нас есть в нашем ассемблере хоть какие-нибудь макрокоманды. Вот. В частности, в частности, команда EQV это такой недомакро, да, это просто замена одной строчки на другую. Да. А этот недомакро, это значит, что не может было сразу объявить какие-то интересные вещи? Кстати, хорошая идея, мне кажется, можно. Я в ней не знаю. О, давайте попробуем. Давайте попробуем. Только тут точка. EQV. Что там? Ну, какой-нибудь, неважно что. 4 от доллар, ну, в данном случае, это неважно, да. Минус, минус 4, конечно. 4-то не в ту сторону, да. И вот где-нибудь где-нибудь заменим на for. Вот тут. Нет, 4. Минус 4 это в другую сторону. 4, 4, 4, 4. Да. Напоминаю, что стек растет вниз, соответственно, смещение от конца стека вверх. Это... Да, 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 да. Это, да, да, да. Это от frame pointer они все будут отрицательные. Да. Вот. Ну, то есть где-то вот здесь можно писать for, да. 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 Так. Ну, в общем, вот он. Сейчас, нет, не вижу. В каком месте мы этот фон написали? При первом же, да, при первом же обращении. Ну, вот он, вот он. Все, в общем, все, в общем, все, в общем, честно. Да, спасибо. Так, так даже красивше. Может быть, стоит переделать лекцию на этот счет. Вот. То есть вот это место переделать. Тогда пропадет вот эти вот постоянные отсылки на ФП. Прямо будут переменные. Шикарно. Надо будет так сделать. Не забыть. Вот. Такие дела. Значит, ну, вот эту программу взять и переписать, да. Вот она есть, большая. Это программа, которая прям сортирует. Ну, кстати, небольшая. Будет время сегодня. Посмотрим, как работает. Не будет, не посмотрим. Заодно переделаем ее вот согласно этому самому, если будет время. Пару слов о промышленных конвенциях. Я уже раза три пытался о них говорить. Вот. Да. Значит, давайте еще раз. Таким образом, введение кадра позволяет делать всякие бонусы. В частности, фиксированные смещения. В частности, очень быстрый сброс стека в нормальное состояние. Причем, частичную защиту от стек смеш. Если у нас порча стека произошла вперед, а не назад. Ну, то есть, туда, куда он растет. Мы забыли что-то из него вынуть. То, отлично. Это значит, что мы доберемся до нормального значения, значения старого значения SP, оно лежит просто в FP. Вот. И, я обещал рассказать, вернее, ну, уже, наверное, понятно. Мы теперь обеспечили себе возможность строить нормальный колл-трейс. Потому что у нас в FP, вот мы, значит, у нас есть стек вызовов. Плохое слово стек. Цепочка вызовов функций. Да. Мы остановили ее где-то в самой глубине самой последней вызванной функции. Ее вызывали функции какие-то, какие-то. Значение стека на момент вызова функции номер там 5 лежит в FP. Мы смотрим в этот FP и знаем, что в предыдущем месте стека в FP плюс 4 лежит предыдущее значение FP, адрес предыдущего кадра. Мы смотрим по этому адресу и знаем, что под этим кадром лежит в стеке адрес предыдущего кадра. Шмяк, шмяк, шмяк и прошли с самого начала. Вот. В принципе, наверное, стоило написать такую программу. Ну, давайте напишем. У нас есть время. Вот. Давайте такую-то уж программу мы напишем. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого нужно, конечно, написать макрос, который конвенцию поддерживает, а так-то лень руками все писать. нет, мы узнаем еще их самих адреса под программ, которые... Адреса возвратов. Возвратов из каждой функции. И адреса их фреймов. То есть мы одновременно узнаем и адрес поликода, и адрес данных. Давайте-ка все-таки это сделаем. Куда она возвращается? То есть ту команду, в которой написано, что было выбором? Ну, например. Ну, нам эту команду, нам эту команду-то особенно не очень нужно знать. Слушайте, давайте вот что. Давайте мы все-таки вот эту программу загрузим. Где она тут? Сортировки. Я надеюсь, что в ней есть больше одной процедуры. Input, Output, Function. GetMin. Да. Больше одной процедуры. Есть GetMin. И... Она, кстати, фреймов не поддерживает. Но мы сейчас... Давайте загрузим и посмотрим. Вон она. Вот поехали. Значит, нам нужно ввести Array. Видимо, его там нужно ввести. Это целая программа уже. Мы вводим сколько. И потом вводим... Или нет? Мы их 16 штук вводим. 4 штуки вводим. Похоже на то. Может такое быть? Да, похоже на то. Ну, давайте попробуем. 5, 7, 8, 12. Она без пробелов просто была вывезена. Тут можно было сказать еще вывод пробельщиков, но я думаю, вы мне верите, что это 5, 7, 8, 12. Давайте теперь попробуем отлазить. Да, посмотреть, как это работает. Вот, вот, вот. Вот сейчас вот сюда куда-нибудь. Так, значит, 5, 12, 8, 7. Так, вот мы остановились. Это под программу сортировки. Вот она. Вот тут будет выполнена достаточно качественная преамбула вместе с фреймом, со всеми делами. Давайте это пройдем пошагово, как тут происходит. Вот мы пошли, вызвали... Вот мы вошли в программу сортировки. Давай сохранять всякое. Первым делом, как полагается по конвенции, сохраняем... сохраняем фреймпоинтер. Тут он, правда, что... А, ну да. Сохранили. Я его сохранил сразу со смещением минус 4, ну, то есть не добавил, не вычил сначала 4 из SP, а потом сохранил, а прямо так. Вот. И тут же записали, тут же записали в FP свежее значение SP. Теперь у нас вот здесь вот хранится текущее значение SP. Предыдущее значение фреймпоинтера было записано нам на стэк. Где оно тут? Ну, там был ноль вообще. Ну, потому что у нас фрейм был пустой еще, неинициализированный. Вот. И мы поехали дальше. Стали сохранять всякие регистры согласно конвенции. Видите? Завели две переменных со смещением 24, со смещением 20. Ну и пошли что-то делать. Давайте мы теперь поставим брейкпоинт на функции getMin. Да, слушаем. А RA сохраняется всегда по определенному оборудованию, да? Согласно конвенции, да. То есть, согласно конвенции, там прямо прописано, сначала сохраняем FP, потом сохраняем RA, потом сохраняем нужные регистры, а потом начинаем уже как бы расписывать в локальные переменные. Возможно, согласно другой конвенции, последовательность будет другая, но идея вообще договоренностей о том, как в кадре сохраняются различные регистры, как раз в том и состоит, чтобы они сохранились в известно каких местах. Я ответил на вопрос? Вот. Сейчас, а где у меня... А, она метка пропала. Черт. Она LV, ну, хорошо, gm-next. Вот сюда поставим breakpoint. Сюда поставим breakpoint. Ну, поехали. Вот мы доехали до... в нашем вызове. И теперь смотрите. Мы дважды вызвали функцию. У нас в стеке сейчас лежит адрес возврата, вот этот, вот этот, в предыдущую, в предыдущую функцию. Вот. Мы вызвали следующую. У нас в FP, вот он, лежит адрес фрейма. FF, FF, C. Вот это. Плохо видно. Сейчас попробуем тут где-то увеличить увеличилку. Или ничего? Видно, хорошо. Значит, вот у нас в FP лежит адрес фрейма от предыдущей функции, вызванный. Он не равен текущему SP. Видите? Здесь FC, а здесь E4. Вот. он не равен текущему SP. По этому адресу 7FF, EFC, давайте посмотрим, что лежит. А, там 0 лежит. Черт. Жалко. Жалко, жалко, жалко. То есть, надо вызвать еще раз что-нибудь. Надо вызвать два раза, вызвать два раза функцию, чтобы увидеть, как это работает. Хорошо. Там действительно лежит 0. Вот он. Мы ничего с ним сделать не можем. И поэтому вся наша теория вот в этой программе не подтверждается. Давайте так. Я в следующий раз начну с демонстрации программы, которая, во-первых, у нас уже будет разговор про макросы, и там будут макросы. И, во-вторых, я начну разговор с демонстрацией программы, которая радостно нам сохранит несколько фреймов, и мы по ним погуляем. Потому что я просто этого к сегодняшнему дню не сделал, а делать это, делать это прямо сейчас в онлайне, ну, вот если хватит времени, сделаю, потому что сегодня, в общем, тем не очень много. Вот. Идея состоит в том, что когда мы будем возвращаться, мы восстановим, мы очень быстро, давайте мы сейчас еще здесь breakpoint уберем. Вот сюда приедем. вот. Когда мы будем возвращаться, мы очень быстро теперь выполним наш эпилог, потому что мы восстановим все регистры, которые нужны, с фиксированными смещениями. Сколько мы их там сохранили. А чтобы возвратить SP, стекпоинтер в исходное положение, мы просто вынем его из FP, где мы его хранили. Раз. И теперь вот они, видите, одинаковые, и сейчас мы отлично адрес возврата, да, восстанавливаем старое значение FP, оно ноль. Вот. Адрес возврата восстанавливаем из стека, и возвращаемся. Все. И уже тут, тут уже процедура вывода. Вот. Значит, более подробную штуку попробуем сделать в следующий раз. Связный список. Это очень похоже на структуру данных типа связный список. Вот. В том виде, в котором она во всех простых языках модулируется, вроде там C или, например, Pascal, когда у нас есть ссылка на следующий элемент списка, заключенный в предыдущем элементе списка. Вот. Но работает это немножко не так. Потому что структура данных типа список, она непоследовательно в памяти находится. Тонкости. Ну, в общем, есть некоторые различия. Вот. Значит, а, вот этот кадр у нас был про промышленные конвенции, я что-то про них говорил. Единственное, что я хотел сказать, что теперь у нас есть стек-трейс, который мне не удалось с блеском продемонстрировать, продемонстрирую в следующий раз. Вот. И что мы можем навесить на эту... Это все еще очень простая конвенция, как я говорил. Мы можем туда навесить, например, обязательное сохранение всех регистров S, обязательное сохранение всех сохраняемых регистров floating point, обязательное выделение известного сегмента памяти для локальных переменных. Со словами, а если у вас будет больше, заказывайте их в операционной системе эту память на кучу, а потом освобождайте. Обязательно выделение небольшого сегмента кусочка на стеке для локальных переменных приведет к тому, что у нас все фреймы, все кадры будут вообще одинакового размера. Это еще больше упростит работу всевозможных средств анализа, всевозможных средств работы с кодом и так далее. Возможно, мы можем затолкать в нашу конвенцию более крутую преамбулу, которая будет делать что-то с положением кадра на стеке. Короче говоря, возможности модификации конвенции в сторону более удобного их использования и менее удобного их, скажем так, реализации руками, они довольно большие. Да, мы можем записывать в стек само описание стека, то есть описание кадра, точнее. И для того, чтобы разобрать это описание кадра, посмотреть, где у нас чего лежит, какого типа этот кадр и так дальше. Короче говоря, извращений нет предела, но мысль основная понятна. Уж для чего нужен кадр точно. И у нас сегодня вторая тема, которая оказалась маленькая, я думаю, она большая. Вот. Это тема про системные вызовы. Кстати, обратите внимание, в конспекте прошлой лекции я добавил еще один маленький кусочек про более подробное описание формата хранения вещественных чисел. Там прям есть три дополнительных кадра про хранение вещественных чисел, в частности. про то, что там, какая там проблема с точностью. Вот. Значит, системные вызовы мы сегодня не будем писать, мы им будем только пользоваться. Поэтому я и говорю, что сегодня простой занятий. Вот. Тут есть один важный момент, который до меня не доходил никогда. Ну, то есть, нет, он до меня когда-то дошел в незапамятные времена, когда я еще программировал на ассемблере PDP-11, потом я это все успешно забыл. Вот. И вот когда я готовил этот цикл лекций, там, сколько, четыре года назад, три, до меня этот смысл снова дошел. Смысл системного вызова, я слова пропущу, смысл системного вызова отдельного, инструкции, которая называется СИСКОЛ, которым мы вовсю пользуемся. Вообще говоря, вовсе не в том, что подпрограмма, которую мы вызываем с помощью СИСКОЛа, какая-то очень сложная и заранее написанная. В конце концов, для этого есть библиотеки. То есть, смотрите, СИСКОЛ, это же такой вызов подпрограммы. Ну, да, подпрограмма это лежит совсем в другом месте в памяти, она лежит внутри ядра и выполняется, ну, грубо говоря, в режиме ядра. По режиме ядра мы с вами еще ничего не говорили. Да? Вот. Да, это подпрограмма общая для всех пользователей нашей операционной системы, именно поэтому она лежит в ядре и все могут вызвать. Но главный смысл ее не в этом. Главный смысл состоит в том, что мы вообще изначально не знаем, где на самом деле лежит эта подпрограмма, именуемая системным вызовом, когда мы ее вызываем. Вообще не знаем и не хотим знать и не должны знать. Мы говорим, я хочу ввести число или вывести число. Операционная система говорит, окей, системный Марс нам говорит, окей, системный вызов номер один для вывода целого числа, системный вызов номер пять для ввода целого числа в регистр, согласно конвенциям. Где нарисован код, который этим занимается? Не нашу ума дел. Нам его ввели, нам его вывели. Мало того, что этот код может быть в зависимости от того, как у вас операционная система загрузилась, куда загрузилось ядро, куда загрузились модули ядра, находиться в разных местах памяти, и этот адрес вам знать совершенно не надо, потому что адрес где-то внутри мозгов ядра. Так этого кода может вообще не быть. Например, в Марсе все системные вызовы, все, реализованы аппаратно, нет никакого кода на ассемблере MIPS, который их реализует. Все, непосредственно, любой системный вызов приводит к тому, что у вас, ну он же на Java написан, в Марсе. Так вот, любой системный вызов в Марсе приводит к тому, что у вас шмяк и вызывается какой-то джавовский класс, который все это делает. Дешево и сердитно. Никакой операционной системы на ассемблере писать не надо. Мы все-таки будем это делать там в следующие разы. Но вот конкретно системные вызовы в Марсе устроены так, что в общем-то с одной стороны вызывает возмущение истинных ценителей программирования для голых архитектур, потому что понятно, это обман вообще настоящий такой, что нет никакой операционной системы, которая выполняет, ядра операционной системы, которая выполняет эти системные вызовы. А с другой стороны, вообще говоря, неспроста системный вызов это отдельная инструкция, совсем отдельная. Не переход куда-то в память, не, ну, не, как это правильно сказать, короче говоря, лишенный каких бы то ни было признаков той конкретной модели памяти, той конкретной архитектуры, которая у вас есть. Зато, зато снабженный уникальным номером вызов номер один, номер два, номер три. То есть, вообще говоря, мы первым делом дергаем аппаратную инструкцию. Как за этой аппаратной инструкцией будет реализовано то, что она делает, вообще говоря, не важно. В том числе, может быть, оно и аппаратное, или частично аппаратно реализованное, мы не знаем. Ну, допустим, в Марсе есть системный вызов выдать случайное число. Да, в Марсе он обращается к генератору случайных чисел джавному, там целый класс, может, порождает прям экземпляр класса, целый объект. Но я вполне себе верю, что такой системный вызов в некоторых случаях можно реализовать чисто аппаратно вообще. Дерг, а у тебя в фигах и с датчика аппаратного с датчика системных чисел случайных чисел приезжает случайное число. Почему бы и нет? Вот. Но, повторяю, в большинстве, подавляющем большинстве реал-лайф процессоров, конечно же, системный вызов это передача управления в область ядра, где ядро начинает что-то такое, какой-то свой код исполнять и потом возвращать. Мы этим займемся буквально в следующие разы, потому что в Марсе есть и прерывания, и так называемые исключения, которые сами это делают. Да, Михаил. Можно пофантазировать на тему такой архитектуры, в которой нет операционной системы? Но есть системный вызов. Есть системный вызов. Да, да, да. Например, свистнуть все из стол. Ну, я же говорю, можно пофантазировать, да, совершенно справедливо, фактически я сказал то же самое, только долго. Можно пофантазировать о такой аппаратной архитектуре. Это значит, что пользователь тем не менее защищен и не может спорить это. Совершенно справедливо, да. Давайте я повторю, просто неслышный, я думаю, в микрофон. Значит, можно пофантазировать о такой аппаратной архитектуре, где вообще нет операционной системы, а системные вызовы есть. Кстати, Марс такая архитектура. Там нет операционной системы, а системные вызовы есть. И эти системные вызовы что-то довольно высокоуровневое делают. И при этом главная достоинство состоит в том, что эти системные вызовы, которые непонятно как, скорее всего, аппаратно реализованы, не позволяют пользователю совершить что-то такое неприятное. Вот, например, в Марсе есть системный вызов открыть файл и закрыть файл. А я видел операционные системы, где часть вот этих кишок, ну и писать файл, часть этих кишок по работе с файлами была в юзерспейсе. И, соответственно, ты мог, например, открыть файл на чтение, запрещенный тебе на запись. Потом прямо в юзерспейсе поменять флажок, в котором было написано, что файл открыт от чтения, на флажок, что файл открыт на запись, и дальше внезапно раз, и что-то туда записать. Потому что у тебя есть доступ к юзерспейсу. Ну вот, это было очень давно. Но такое было. Давайте все-таки перестанем немножко болтать и немножко поговорим про системный вызов. Вот пример тех системных вызовов, которые есть в Марсе. Общий список есть в документации. Вот тут и во встроенной документации. А это то, про что я точно знаю, что оно существует. Значит, вот вывод целого вещественного двойной длины и строки. Обратите внимание на то, что строка, это строка в формате аскизы. У нас, по-моему, не было директивы аскизы еще. Не было. Директива аскизы очень удобная. Она размещает в памяти последовательные байты, соответствующие символам, которые мы скажем. И в конце еще помещает ноль. Ну давайте прям что-нибудь такое сделаем. Ну, наш любимый кукуряку. Ради интереса, непосредственно после этой строки запихаем еще один байтик, по которому мы будем определять, что вот директива аскиза разместила столько-то данных, а вот этот байт уже понаписали мы. Если мы сейчас здесь напишем не байтик, а скажем число, то там может произойти выравнивание. Помните, что такое выравнивание? Я показывал, да, что в MIPSE, скажем, машинное слово не может начинаться с адреса некратного 4. А вот если мы напишем байт какой-нибудь, ну вот так вот, точка байт. Ну, какой? Ну, xff. Так, ну раз уж пошла такая пьянка, давайте мы его выведем, что ли. Какой у нас тут? А вот можно прямо подглядеть здесь, да? Вывод строки. Вывод строки. А 0 адрес строки. Следственный вызов 4. Значит, здесь 4. LA. Доллар А0. MSG. Сискал. Ну и, как обычно, ли. Доллар В0.10. Сискал. Так, сохраняем это. Обратите внимание, что инструкция LA, вот она. Ой. Ку-ка-ря-ку. Что инструкция LA, вот она, выглядит абсолютно так же, как инструкция LE для больших чисел. Да, это псевдоинструкция, которая раскрывается в загрузку верхней части, загрузку нижней части. С помощью LUI и ORI. Но LA и LE, ну, LE большая, длинный, с большим словом, различаются, потому что в этом случае мы загружаем адрес, а в том случае мы загружаем число. Исключительно для нашего удобства, чтобы мы сами себе говорили, здесь я хочу, чтобы адрес попал, а здесь я хочу, чтобы просто какое-то число попало. Разницы никакой. Адрес это такое же точное число. Ну вот, вот мы, значит, загрузили адрес в А0, вот мы дернули 4-й систем-кол, вот мы написали ку-ка-ря-ку. Все. А теперь давайте посмотрим в память, как там все лежит. Там должно быть написано ку-ка-ря-ку. Ку-51. К-4Б. Р-52. Ку-51. Ноль. Вот этот ноль. Вот этот. Вот этот. Вот он. Это ноль, которая лежит в конце после всех наших ку-ка-реков. Байт FF. Что? Можно. Но это будет... Хотя, давайте посмотрим. О, да, галочка скид. О, отлично, спасибо. Это как раз интересно, потому что он в правильном порядке их показывает. Спасибо большое. Да. Вот. Вот этот ноль лежит после наших ку-ка-реков. Вот этот FF... Вот. А это что за мусор, я не знаю. А, нет, стойте. Я соврал, конечно. Я не с той стороны пошел. Прошу прощения. Ку. Самое правое. Ку-ка-ре-ку. Восклицательный знак, простите. Ноль, который лежит после наших ку-ка-реков. ФФ и еще пазинг. Ну, не пазинг, а все, оставшиеся нули. Справа налево у нас бигэнзин. Не забываем об этом. Ку-ка-ре-ку. Восклицательный знак. Ноль. ФФ. Вот давайте... Да, вот тут мы наконец увидели явно бигэнзин. Да, спасибо большое. Не знаю, мне за то, что мне пришла в голову эта идея. Вот. И вам за то, что вы показали, что, да, подсказали, что можно нажать. Такая вот красивая штука. То же самое ввод. Обратите внимание, когда вы вводите строку, когда вы вводите строку, вам нужно предусмотреть буфер соответствующего размера, который вы передаете в A1. Если нет, то произойдет настоящий, настоящий этот Memory Corruption. Прям в чистом виде. У вас одни данные наедут на другие. Прям вот, прям как у больших. Вот. Значит, обратите внимание на то, что размер буфера, который вы вводите, поскольку у вас, вы там нажимаете перевод строки, и этот перевод строки тоже попадает в строку, размер буфера должен быть на два больше, чем количество символов, которые собираетесь ввести. На два, не на один. Вообще, с переводами строки у Марса и у Джавы слегка странновато. Например, системный вызов ввести символ, вот этот, одиннадцатый, в интерактивном режиме и в режиме, когда вы запускаете скаманную строки, работает по-разному. В одном случае вам достаточно нажать символ, и он введется, а в другом случае вам уж и нужно перевод строки нажать, и он тоже введется. Имейте это в виду. Неудобно. Вот. Мы с вами уже смотрели, использовали системный вызов в десятый, это выход из программы, вот, мы немножко потыкали в домашних заданиях на ввод-вывод вещественных чисел, вот, потому что нам надо было их вводить и выводить, вот. Ну, всякие удобные штуки, типа, типа, приостановка времени, вот, она нам, кстати, понадобится в какой-то момент, вот вывод, например, 16-тиричного, двоичного и даже без знакового числа, если очень надо. Ну, например, адрес удобно выводить в 34-м системном вызове, если вы хотите вывести адрес. Вот. Вывод символа, да, 12-й ввод, 11-й вывод символа мы тоже использовали, потому что нужно выводить всякие пробелечки, это было в одном из примеров. И, пожалуй, единственное, о чем стоит еще поговорить, говоря про системные вызовы, это про системный вызов заказ памяти СБРК, 9-й. Вот он. Что это вообще такое и зачем бывает нужно? Да, вот эта тема. Значит, тут история вот какая. У нас есть память статическая, под которую выделено какое-то количество пространства, ну, вот, например, вот здесь. Да, помните нашу большую картинку разноцветную? Статическая память выделена для вас, начиная с адреса 0x1001.400, вот, и там вы размещаете всякие ваши данные. Вообще говоря, не очень много этих данных вы там размещаете. Ну, изрядно, конечно, но не бесконечно много. Вот. Потому что это такие данные, которые вы способны ввести вручную. Предполагается, что с адреса 0x1001.400 по адрес 0x1004.400, то есть, 30 тысяч 16-ричных ячеек. Я не знаю, что такое 16-ричные 30 тысячи. Много это. Вот. Это та память, которую вы способны забить вручную. Если вам нужно выделить довольно много, очень много памяти, взять, выделить в вашей программе и чем-то ее забить, то, скорее всего, у вас не будет такого кода в программе, в которой написано, в эту ячейку написать 1, в эту 2, бла-бла-бла-бла-бла, в эту 4 миллиарда. Кода такого у вас в программе не сможете сделать отворочную. Это значит, что и выделять эту память, которая потом попадет, допустим, в бинарный файл, если у вас есть компилятор из ассемблера в бинарный файл, вам, в принципе, не надо. Статически выделять такую память вам не потребуется, скорее всего. А как? Ну как, у нас же есть куча, у нас есть свободная память, точнее, которая находится по адресу 1400. Вот где-то там. И здесь встает вопрос. Либо мы говорим так, нам эта память есть, нам ее всю выдали, давайте мы в нее будем писать, что захотим. Либо у нас встает другой вопрос. Что значит, что захотим? А правда ли у нас доступны все эти 2 гигабайта памяти? Может быть, нам в операционной системе их выделило гораздо меньше. Помните, как в СИИ устроено? В СИИ вы когда пишете программу, вы динамическую память выделяете специальным вызовом этим самым молоком. Ну или СБРК, кстати, тоже можно. Вот. То есть, как устроен запуск вашей программы в вашей операционной системе? Вам выделяется вообще все вот эти 2 адресуемых гигабайта, которые полагаются МИПСу? Или же вам выделяется их немножко, а остальные нужно у операционки дозаказывать? Очевидно, что оба метода имеют свои достоинства, свои недостатки. Вот. Метод номер один. Когда вам... Вот. Понятное дело, что он довольно глупый. Выделять сразу 2 гигабайта не... Да, да, да. Он довольно глупый. Выделять сразу 2 гигабайта бессмысленно. Вот. Метод номер два. Выделяете столько, сколько занимает ваша программа статически в памяти. Вот столько, сколько она занимается в компилированном визе. Вы заказали? Ну, окей. Сколько написано в заголовке. Да, сколько написано в заголовке. Заголовка может быть чуть больше, например. Сколько заказали в явном визе. Все остальное памяти вам не дается. Все остальное памяти вы должны заказывать в операционной системе и говорить, отдайте мне еще. Если вы ее не закажете и обратитесь по этому адресу, операционка скажет недопустимый адрес, вы захотели, не свою память полезли, всем до свидания Есть еще третий вариант, когда вы обращаетесь к какому-то кусочку памяти, а операционная система вам его там подставляет Я такое себе помыслить могу, то есть вы пошли в какой-то непонятный адрес памяти, операционка говорит, ща, тут для тебя ничего не было, но я сейчас сделаю, одну страничку заведу, будешь туда ходить Я даже пробовал реализовать какую-то модель виртуальной памяти на Марсе таким способом, но она, конечно, была унылая, и мне ничего не понравилось, потому что получилось Да, я говорю, вот хочу туда пойти, он говорит, хорошо Ну, МАП, да, например, МАП Вот, значит, в Марсе из всех этих вариантов реализован только один самый примитивный Ты говоришь, операционная система дай память, операционная система берет и дает тебе память, которая сама же считает, начиная вот с этого адреса 0x1004400 Ты говоришь, дай, ну, сколько-то, она тебе дает сколько-то Мне кажется, в Марсе даже нет счетчика, который бы показывал, до какого места он тебе память выделил Наверное, можно попросить 0 байт в памяти, и тогда тебе скажут Дайте, проверь Давайте проверим, интересно же Так, что мы хотим проверить? Мы хотим заказать девяткой, заказать сколько-то памяти В А0 Давайте, так Значит Ну, сколько Ну, сколько-нибудь, неважно Так, доллара 0 Доллара 0 Только вот так вот, доллара 0 Сколько? Ну, скажем Тысячу Нет, тысяча плохая штука, 0x1000 0x100, вот Так там виднее будет Да? Доллар В0, ну, скажем, 9, да? Заказали память? У нас в В0, я так понимаю, должен приехать адрес, сколько нам выдали его Положим его в куда-нибудь МОВ В Доллар В 0 Ну, куда-нибудь, не знаю, там Ну, в тот же А0, например И выведем его в санастеричном визе Сколько это будет? 34-й системный вызов 34 Да не 43 Так Ну, давайте еще Мне понравилось в последнее время делать вот так вот Только это А0 Выводить пробельчики Вот Да, не хватает Где? Здесь Вывели, да Теперь Давайте еще закажем немножко памяти Прямо макрокоманда макрокомандой Вот А вот теперь давайте я попробую заказать 0 байт в памяти Посмотреть, что получится Слушайте, у нас столько времени осталось Можешь еще про макросы немножко поговорить Это же несложно Голова не закипит Вообще самое место, конечно Ну, потому что, ну, смотри, что Какая ерунда тут творится Сколько я их ставил-то уже? Раз, два Вот зачем нужны макросы, чтобы вот такой фигни не было Раз Два Три Это четвертое лишнее Десять тринадцать, да Так Так, значит, раз, два А вот в третий раз попробуем заказать 0 Посмотрим, что получится По идее, нам должны вернуть вершину кучи В том состоянии, в котором она есть Так, сохраняем Ну, поехали Так, вот мы заказали Вот мы заказали Тысячу Сто шестидесятиричных байтов памяти И нам приехал адрес кучи Тысяча четыре Четыре нуля Той самой кучи, которая растет уже снизу вверх Навстречу стек Свободная память Окей Вот нас сейчас напишут это Вот, четыре нуля Вот она, написали Так Еще закажем Сто шестидесятиричных байтов Двести пятьдесят шесть Нам приехал адрес кучи Уже Адрес на кучи уже Сколько Вот Ну, понятно Тысяча четыре сто На сто больше Шикарно Попробуем заказать 0 О, отли... Опаньки А, да Нам приехал вершина кучи Но она не изменилась Как было, да Все, все так Вот если там И скопировать вот это еще раз 0 То получится вот это Вот Значит К сожалению Марс на этом Останавливается У нас нету Возможности Вернуть Операционную систему Память Память операционной системы Между прочим Так же, как у СБРК Такой возможности нет Мы просто расширяем Доступный сегмент кучи себе И все Вот И у нас нет никакой Со стороны Со стороны операционной системы Никакой Никакого Memory management Ну, потому что у нас нет Операционной системы На самом деле То есть Вот этой всей Интересной Ситуации Когда мы Подназаказывали память Потом Некоторую из них вернули Потом опять Подназаказывали Потом опять вернули Вот все Как с этой кашей бороться Ответ Читайте В нашем шеститомнике В третьем томе Никак Вот Потому что Вся вот эта сложная Весь этот сложный механизм Он нужен для реальной жизни В котором действительно Есть много приложений Которые заказывают себе память Освобождают и так дальше В нашем случае этого нет В принципе Есть простые механизмы Ну, например Когда ты освобождаешь память Освобождаешь ее Специальным системным вызовом Она складывается В такой линейный список Освобожденных кусочков памяти Ну, все в тот же список Да Вот Есть даже целая статья На которую я тут ссылаюсь Которая называется Куча как алгоритм Работы с динамической памятью То есть у тебя Она называется кучей Теперь уже совсем кучей Потому что там Специальная структура Свободных, занятых блоков Вот этого всего И когда ты говоришь Дайте мне память Вместо того, чтобы ее Отрезать от конца Вот свободного места Вот эта вот Операционная система В которой лизована куча Она по этой куче шарится И смотрит А где там есть кусочек Который такого ровного размера Как тебе надо Ну, или хотя бы близко к этому Вот Продвинутый Продвинутый Ну, потому что понятно В чем дело Потому что освобожденная память Совершенно не обязательно Может быть обратно Приписана к Пустой Это только если мы Последний заказанный Сегмент Освобождаем Он может быть Приписан обратно А если предпоследний А если мы Тысячу килобайтов По килобайту заказали Тысячу блоков По килобайт А потом каждый второй Килобайт освободили Пустой, свободный Пустой, свободный Понятное дело Что дальше Вот Сборка мусора Еще какая-то Короче, вот этого всего Наша модельная машинка Наш Марс Лишен Мы можем только заказать память Но зато заказать ее мы можем И мы будем это делать В наших домашних заданиях Там будет просто Вот Ну, это как в сегодняшней программе Которую мы разбирали Потому что так надо В частности В Марсе Также нету никакой защиты От того, что Куча налезет на стек На самом деле она есть Потому что там всю память Заграбастать нельзя Но это все 2 гигабайта Но это другой разговор Вот Но никакой такой Специальной защиты От того, что Одно налезет на другое Нету И ее вообще на самом деле нет Потому что Это вообще говоря Память одна и та же Вот в этой модели Которую мы говорим Про которую мы говорим с Марсом Да И с МИПСом в том числе Это просто ваша память Ваш адресуемый 2 гигабайта То, что регистр SP У вас указывает на одно место А данные под кучу У вас выделяются из другого места Не означает, что кто-то Будет заморачиваться И проверять Не доехал ли ваш Стек, который сверху растет Вниз До кучи, который растет снизу вверх 20 Потому что нет никаких Специальных аппаратных инструкций Которые бы этим занимались Ваша операционная система Может Каким-то образом Учитывать содержимое Вашего стека И при выделении памяти Что-то такое проверять Но это опять-таки Очень сильно Ложится на выполнение Всяких конвенций И не факт, что прям так возможно Я не знаю В интерньюзее В интерньюзее Есть отдельный стековый Сегмент Вообще Вот как раз С механизмом Ну это отдельная тема Вот если бы у вас Было не два вида памяти А три Память для кода Память для данных И память для стеков Аппаратно Три вида памяти Тогда было все хорошо Но в МИПсе Только два вида памяти В каком-то смысле Да? Память для кода Вот залезть из кода в данные из данных в код тяжело или даже невозможно. А вот стек этот просто такие данные. Такие дела. И тут у нас осталось целых 10 минут на что-нибудь. Наверное, про макросы уже говорить не очень хочется. Давайте посмотрим, с какого они размера. Разговор про макросы. Смотря сколько говорить. Но дело в том, что макросы конкретно в Марсе очень простые. У нас... Где-то тут они должны появиться. Просто их пора вводить уже. Мне уже неудобно без макросов работать. Я не помню. Они где-то в конце были, да. Где-где-где-где-где-где? О! Ага, шикарно. Спасибо. Вот. Опять же, есть документация, встроенная и на сайте, одна и та же. Вот. С макросами ситуация очень простая. И незамысловатая. Вы пишете точку макро, пишете имя макро, пишете какое-то количество строк, которые должны быть... На который ваш макро заменится. Пишете йен макро, все. Вот. У макросов бывают параметры. Они указываются с помощью процентиков. Для удобства можно эти процентики еще в скобочки брать. Иногда. Вот в документации там все в скобочках. Я просто лишний символ не рисую. Параметр. Это прям как в макрокоманду, но в том же C, например. Вот. Я понял, почему это была отдельная лекция для второго семестра. Потому что люди еще ничего этого не знали. Нам-то с вами объяснять не надо. Вот. Параметр, это как в C, именно параметр. Он прямо раскрывается. Вот то, что вы вам передаете, в то и раскрывается. Вот, например, print. Мы передаем сюда нечто. Что-то под названием проценты рег. Вот. Ну вот давайте это, это. А, тут прям видно, как раскрывается. А давайте прямо здесь смотреть. Что нам стоит? Здесь даже виднее. Вот. Смотрите, как красиво видно. Вот макро. Он называется print. У него один параметр рег. Он этот рег с помощью инструкции move кладет в A0. Значит, это должен быть регистр. Если это будет не регистр, оно нормально не скомпилируется. Дальше вызывает первый syscall. Всем хорошо. Вы пишете print T0, print T1. Вот вам как это раскрывается. Обратите внимание на то, как ведет себя Mars при раскрытии макросов. Вот здесь он пишет строчку реальной программы, а здесь он пишет номер строки макросов. Вот. Вот этот print раскрылся в move, li, syscall, так же, как, собственно, и предполагалось. Да? Макроподстановка — это не трансляция, это не компиляция, это не анализ кода, это просто тупо превращение вот этой строчки вот в эти строчки. Если бы мы сюда передали синтаксический неправильный параметр, макрос бы сначала раскрылся, а потом бы транслятор, его, ассембер, его бы не смог преобразить в нормальный код. Вот. Ну вот, видите, опять же, не мне вам объяснять, зачем нужны макрокоманды. Например, вот этот print был плохой, негодный, он выводил число, и все. А надо бы после этого числа еще что-нибудь вывести. Поэтому да, вот, ну, 10 достаточно, 13 не обязательно. Вот. Перевод строки. Это то же самое, что в кавычках, в апострофах бы слышим. Вот. И тогда уже будет все хорошо. Начинается более сложная часть про макросы. Значит, в макросах можно вызывать макросы. В макросах мипса нельзя внутри макросов определять макросы, слава богу. Хотя иногда хочется. Но нет, не надо. А вот вызывать, то есть, вставлять внутри макросов макросы можно. Например, мы определили какой-то print, да, и print s. Вот мы теперь определили новый принт, который одновременно сначала печатает сообщение, а потом число. Да, он вызывает внутри себя два макроса. Print s для print строки. Ну, и print, вот этот наш старый. Соответственно, вот этот вызов print s, в общем, макроинпут где-то тут был. Что, его определил, что ли? Непонятно. Не вижу, чтобы был определен макроинпут. А, нет, вот же он, что я несу. Да? Макроинпут выводит строку подсказки. Ну, короче, красивый. И вот ваша программа ввести одно число, ввести второе число, вывести одно число, вывести второе число. Красота. Обратите внимание при этом, что вам пришлось адреса с сообщениями и задать вот здесь. Всем советую поупражняться, просто скопипастить эту программочку в Марсик и там ее потыкать пальчиками. Просто сейчас уже у нас времени нет, хотя я могу это сделать. Вот во что она раскрывается. Тут уже, видите, довольно мутный код в том смысле, что строчка номер 34 фигак, это ваш принт. Строчка номер 35 фигак, это ваш принт. строчка номер 36 это ваш что там, еще один принт, нет, четыре. Вывод строки. А, это был input. Это был input. Принт и вот, это был input, это был input, а это был вывод строки. Вот. И это главное свойство макросов. Здесь четыре строчки, здесь, видали, сколько? Такой линейный взрыв. Особенно, если у вас есть макросы, которые раскрываются в макросы, в которых тоже есть макросы, в которых тоже есть макросы, в которых тоже есть макросы. Очень легко написать очень большую программу на ассемблере, используя вот такие вот, ну, я думаю, что все это знают, если не знают, понятно. Значит, макро-подстановка плоха тем, что она, от нее распухает код, ее потом читать тяжело. На самом деле, хорошей дисциплиной программирования является написание под программ, которые будут делать то, что вы хотите. А вот запихивание параметров в нужные места, вызов под программы и выписывание параметров из нужных мест запихивать в макросы. Мне кажется, тут где-то должен быть такой пример. О, прямо здесь. Вот смотрите, мы определили под программу, которая называется Bligh Input, описали, какие у нее параметры. Значит, в А0 мы передаем под строку подсказки, в В0 мы получаем введенное целое число. Эта программа Bligh Input, она, собственно, вводит и выводит, точнее, выводит и выводит. Но для того, чтобы у нас Input состоял из одной строки, мы еще к ней присобачиваем макрос, который называется просто Input и который засовывает нужную строку в регистр А0, а полученный регистр В0 засовывает в тот регистр, который мы передадим. И, соответственно, в коде мы напишем тот же самый Input, абсолютно тот же и самый. Но он будет раскрываться не во всю вот эту последовательность кода, а в заполнение двух регистров и вызов, соответствующий, под программой. То же самое с принтом. Видите? Основной код длинный лежит в подпрограмме, которая называется Blah Print. Мы передаем в А0 строку, а в А1 число, которое мы собираемся вывести. Вот код, а вот макрос, который просто заполняет эти два регистра и вызывает соответствующий под программу. В результате программа стала сильно короче. Что-то тут она не сильно короче. О, это не та картинка. Надо поменять. надо записать себе. Черт, где бы это записать? Ладно, когда я буду копипастить, я надеюсь, что вспомню. В общем, короче, эта программа, давайте мы лучше сами скомпилируем. Вот что. Раз уж пошла такая пьянка, давайте посмотрим, насколько этот код будет короче того. Я знаю, что там Ctrl-C надо сначала сказать. скомпилируем. Вот она. Собственно, и все. Она уже короче станет. видите? Вот у нас между вызовами проходят четыре строчки, а там по шесть-восемь строчек. Вот. И таким образом оформленная подпрограмма, оформленные макросы меньше как бы наносят ущерба взрывным увеличением количества кода. Вот. Ну, в общем, вот. Видимо, последнее, что нужно сказать про то, это локальные метки. Вообще, локальные метки очень полезная штука. Если вы писали, вот, решая домашнее задание, использовали там всякие процедуры в них, то вы могли видеть, что namespace в ассемблере Марса один внутри файла. Соответственно, все метки должны называться по-разному. Если у вас есть какие-то циклы стандартным образом организованные типа next, там, final, вот это все, то в одном месте эта метка должна называться просто next, а в другой, там, не знаю, p-next, в третьей, там, v-next, next-0. То есть, когда вы пишете в рамках одного namespace, вам приходится все метки называть по-разному. В принципе, в принципе, я знаю, что в некоторых ассемблерах есть волшебные локальные метки и какие-то правила, согласно которым одна и та же метка L0 в разных местах значит разная. Но я уже забыл эти правила. Соответственно, в Марсе этого нет. В Марсе есть многофайловая сборка, где, естественно, в разных файлах метки принадлежат разным namespace, но про многофайловую сборку мы будем говорить не сегодня. Нам хватит и макросов. Вот. А вот внутри макроса, если вы используете метку, то она автоматически модифицируется. То есть, смотрите, если мы описали вот такой макрос, в котором есть внутри метка, казалось бы, если мы три раза его вызвали, то там у нас в коде в результате должны три метки лейбл появиться. Но нет, так не происходит, потому что к ним Марс автоматически приписывает подчеркивание M и дальше номер макроподстановки, просто погонный номер. Тем самым метка, которую мы написали внутри макроопределения при макроподстановке превращается вот в такое. Обратите внимание также на то, что все использования этой метки внутри макроподстановки будут заменены на то же самое. А вот снаружи попасть внутрь, то есть снаружи макро как-то попробовать воспользоваться теми метками, которые там внутри нагенерились довольно проблематично. Ну, вам нужно знать номер макроподстановки и вообще так делать не надо. Запрыгивать внутрь макро это плохая идея. макро И тут, и это собственно все-таки последнее, о чем я хочу сказать сегодня, да, возникает еще интересная идея. Смотрите, вот здесь вот, вот здесь вот, мы макрос определили таким образом, что у нас уже есть где-то сообщенька, эту сообщеньку мы берем от нее метку и эту метку передаем в качестве параметра msg. Конечно же, хотелось бы сюда прямо строчку вписать, чтобы msg там введите число и дальше ты 0. В смысле, не msg, а input здесь введите число и здесь ты 0. Это сделать можно и довольно легко. да. Вот, например, input. Где он тут? Мы берем, ничтоже сумняшись, открываем секцию data, определяем в ней метку msg и обратите внимание, приписываем мне в конце еще двоеточие пробел для прикола и это аскиз и нолик в конце фишный и в таком виде у нас формируется подсказка. Сюда мы передаем строчку подсказки, а здесь мы ее доформируем. После чего мы уже загружаем сюда загружаем соответствующую строчку в A0 и дергаем нашу функцию input. То же самое с print. Вот это у нас функция print, в которой в A0 приезжает адрес соответствующей строки, а вот это макропринт, в котором мы опять-таки прямо в очередном месте секции data располагаем строчку, приписываем туда двоеточие пробел и вызываем функцию print. Давайте посмотрим, как это раскрывается. Это довольно забавно, в том числе довольно забавно, как это раскрывается в памяти. Тут память-то будет? Может быть, здесь будет показано? Нет, не будет. Давайте посмотрим. И на этом, наверное, закончим. Хотя там, по-моему, последний кадр остался. Сейчас мы до него дойдем. Вот. Смотрите, как красиво выглядит теперь вызов. Вот. Это finder replaceable. Надо было сохранить сначала. А, я хочу память. Вот он. Сейчас попробую сделать поширее. Не умеет? Ну, ладно, давайте так сделаем. Идея в чем? Что я хотел показать? Я хотел... Что ж такое? Как им так сделать, чтобы она была... не помещается. А, все, я понял. Вот. Только теперь она кривенькая. Вот, поместилась, да? Вот, смотрите. боже мой, это можно прочесть? First input двоеточие пробел нолик. Second пробел input двоеточие пробел нолик. First result двоеточие пробел нолик. Second пробел result двоеточие пробел нолик. Это наши строчки, которые нагенерированы нашими макросами вот здесь. Вот они. Они подряд разместились в памяти, как полагается. Вот. И очень честно в коде на них были выданы ссылки. Вот они. Так что смотрите. Ну, код стал еще короче, обратите внимание. Вообще. А нет, такой же. Четыре инструкции на вызов. Шмяк, шмяк, брык, шмяк, шмяк, брык. Вот. При этом он стал еще читаемее. Прям красота, красотища. Вот. Собственно, все. Домашнее задание тогда будет на макросы в том числе, раз уж они у нас сегодня были. Давайте глянем, что там на следующем кадре, но я думаю, что там ничего, там общие слова. Вот. Значит, да, и тут инструкции, тут инструкции, как что-то делать. Вот. Значит, домашние задания будут с макросами. пока что вы можете потихонечку составлять библиотечку макросов для себя, но вам придется копипастить руками в решении для e-judge. Потому что в e-judge можно передать всегда только один файл, к сожалению. Ну, я думаю, обслуживших проблем с этим не будет. Вот. еще на что-нибудь будет домашнее задание, на что-нибудь эдакое. На выделение памяти. У нас были системные вызовы. Ну, вот на те системные вызовы, которые есть. В следующий раз у нас начинается довольно хитрая новая тема. Это программирование в ядре, точнее, обработка исключительных ситуаций и, возможно, прерывание от внешних устройств. Не знаю, влезет это в одно или нет. Все. Если есть вопросы, задавайте их прямо сейчас. Если нет, то всем спасибо.